Они ждут справедливых, тщательно проработанных, единых, понятных правил участия в этом процессе. Справедливых правил игры в мусорную реформу вот уже два года ждут бизнесмены Автограда, говорит Фарид Башаров. Основная претензия предпринимателей – мусор становится золотым по нормативу, а они хотят платить по факту. Мы направили на сегодняшний день резолюцию Министерства строительства, архитектуры жилищно-коммунальных хозяйств, прокуратура набережных челнов, УФАС по республике Татарстан, ТППРФ, депутатам госсовета и города. Должен быть результат, который устроил бы все стороны. Мы находимся на трассе с односторонним движением. Сегодня на эту трассу вышли все стороны движения. Мусорную реформу за круглым столом обсуждает в общественной палате. Изменения в законе произошли в январе 2019 года. Тогда появились региональные операторы. В Татарстане их два – западный и восточный. С этого момента, говорят предприниматели, за вывоз ТКО они платят в 10 раз больше. И ситуация обострилась в пандемийный год, когда бизнес понес потери. Бизнес не знает, как можно было так определить норматив, что он отличается не на какой-то статистический и принятый уровень погрешности при расчете, а кратно отличается. Поэтому одно из предложений ТПП – это все-таки вернуться к тем нормативам, которые установлены, проверить их обоснованность и произвести уточнение, чтобы они все-таки были как-то приближены к фактическому положению дел. Почему арендаторы и собственники торговых центров платят за площадь, а не за фактический объем мусора, на вопрос отвечают западные и восточные регоператоры. Вопрос в чем, что нам нужно заключить договор. И благодаря отсутствию заявки мы просто берем данные из открытых источников и умножаем на норматив. Но это сделано для того, чтобы к нам пришли и дали правильные площади. Еще одна проблема – недостаток контейнеров, из-за чего мусор не вывозят вовремя, не говоря уже о раздельном сборе. Индивидуальное строительство в республике, а тем более в Казани, в прикрытых потоках, сейчас очень сильно развивается. При этом количество контейнерных площадок не только уменьшается, а уменьшается их количество. И естественно, существующие площадки несут на себе глобальную нагрузку. Эту проблему нужно, наверное, как-то решать. Сейчас в республике 10 тысяч контейнерных площадок. Нужно еще 7 тысяч, говорят в Минстрое. Три года назад в Казани ввели раздельный сбор мусора. Сегодня 71% дворов оснащены дуальными площадками. Власти Казани для популяризации предлагают ввести скидки для жителей, которые уже ведут зеленую политику. Просто элементарно предложить людям конкретную материальную выгоду, которая будет их совершенно в рабочем порядке стимулировать к этому переходу. Планируется создание четырех объектов обработки. Это в Алексеевском, Барском, Верхнеуслонском, Зеленодольских районах мощностью 1 миллион 120 тысяч тонн в год. Система вывоза ТКО нуждается в совершенствовании, отмечает и в общественной палате. Татарстан в этой ситуации, сегодня как ласточка такая весенняя, он дал очень хороший посыл. Вероятно, все-таки должны прийти к каким-то предложениям, которые должны быть переданы в общественную палату России, в федеральные структуры, которые все-таки и дадут возможность альтернативы и приблизят саму систему к здравому смыслу. Такие встречи обещают сделать регулярными, а пока же единственное компромиссное решение для предпринимателей – пересмотр нормативов. Наталья Мизина, Алмаз Зединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.